в общество железных дорог. Это Вести, не переключайтесь. Сегодня в области полицейские начнут проверять водителей, чтоб те возили детей в автокреслах. За нарушение грозит штраф 3000 рублей. Рейд продлится до 15 июня. В Усть-Куте медведь разгуливал возле больницы. Косолапый был вежлив и просто шел вдоль дороги, никого не трогая. Его спугнула полиция. За последние пару недель в области медведи стали чаще выходить к людям. В День России в Иркутске пронесли 50-метровый триколор, а вслед за ним прошел парад дружбы народов. В нем приняли участие представители всех национальностей, которые живут в области. 26 июня в Иркутской филармонии. Народный артист России Евгений Князев и губернаторский симфонический оркестр представят новую композицию «Казанова» по пьесе «Феникс» Марины Цветаевой. Прогноз погоды на 13 июня. В Иркутске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Температура днем плюс 27, плюс 29 градусов. По области переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Температура днем до 31 градуса выше нуля. Во всех магазинах Янта творог обезжиренный байкальский 200 грамм 40 рублей. Во всех магазинах Янта кефир «Любимая чашка» 2,5% 37 рублей. Во всех магазинах Янта молоко «Любимая чашка» 3,2% 40 рублей. А у нас на Земле говорят. В гостях хорошо, а дома лучше. Дома такого быстрого интернета нет. А я тебя к Домру подключу. Не понравится скорость? Вернем деньги. Пока! Заговорил. Подключитесь к самому быстрому интернету от Домру. Домру. Мне нравится. 16 факультетов и учебных институтов. 2120 бюджетных мест. Иркутский государственный университет. Традиции прошлого, активное настоящее и надежное будущее. Я фотограф. И я здесь, чтобы запечатлеть одного из самых крупных камчатских наблюдений. Большой дожирак «Сытный обед». Теперь снова с вкусным мясным соусом. «Сытный обед», когда страшно голодит. Курорт озера Карачи ждет вас. Бронирование путевок по телефону 8 800 250 49 96. Будьте здоровы! Всем доброе утро. Доброе утро. 13 июня. Среда. Начинаем вместе новую рабочую неделю.